МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. На защите прав Республики вновь появился уполномоченный по правам человека. Активисты молодежной общественной организации вышли на борьбу с пропагандой наркотиков. Внутренний туризм, перспективы его развития обсудили на круглом столе в Чебоксарах. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Козака. Основной вопрос повестки условия реструктуризации задолженности бюджетов субъектов России. Напомним, президент России Владимир Путин на заседание Президиума Госсовета объявил о запуске с начала 2018 года программы реструктуризации бюджетных кредитов регионов. Правительство страны разрабатывает аспекты реструктуризации бюджетных кредитов. Сегодня на сессии Госсовета Чувашии рассмотрели 15 вопросов, 8 из которых проекты законов. Депутаты также проголосовали за назначение Надежды Прокопьевой у полномоченной по правам человека в Чувашской республике. Бурные обсуждения вызвали грядущие изменения в законе о налоговом регулировании. Подробности далее. Спикер парламента Валерий Филимонов вручил удостоверение депутата Алексея Мурыгину. Он победил на прошедших в середине сентября выборах и занял место, которое освободилось после назначения Владимира Викторова министром здравоохранения Чувашии. О новой системе налогового регулирования говорили уже не раз. Предполагается, что с 2019 года налог на имущество будет исчисляться в зависимости от кадастровой стоимости. Налоговая ставка на 2019 год в основном по всем субъектам Российской Федерации установлена на размере 2. А у нас с проектом закона предусматривается переходной период. И налоговые ставки устанавливаются на 2019 год единицы, на 2020 год полтора процента. Для юридических лиц мягче условий предусматриваем. Во-первых, это введение с 1 января 2019 года. Во-вторых, эта площадь должна быть более чем 1000 квадратных метров. Владимир Тимофеев отметил, что под новое налогообложение попадает 321 объект из почти 3000. Владельцами таких деловых и административных центров являются далеко не бедные люди. Средства, которые дополнительно поступят в бюджет республики, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры. Мы с вами, депутаты, представляем население определенного округа и при принятии решения давайте, наверное, все же учитывать мнение наших избирателей, которые хотят, чтобы дети также учились в хороших условиях, хотят гулять по зеленым скверам и паркам, ездить по ровным дорогам, получать качественное медицинское обслуживание. Принятие закона необходимо. Закон предусматривает также 50-процентное освобождение от налога на имущество тех организаций, которые привлекают инвестиции на общую сумму не менее 50 миллионов рублей и подпишут, одобренный советом по инвестпроектам, договор с кабинетом министров. Кроме того, предполагается повышение транспортного налога. В первой редакции говорилось, что налог на мощные автомобили не будет меняться. Сейчас на такие машины предусмотрено повышение сбора. Это позволит увеличить доходы бюджета еще на 70 миллионов рублей. Рассмотрели депутаты и изменения в закон об административных правонарушениях. С такой инициативой выступили депутаты городского собрания Чебоксар. Некоторое время назад была отменена статья 10, в соответствии с которой за нарушение правил благоустройства предусматривался штраф. Теперь депутаты хотят вернуть эту норму. Администрация города будет наказывать нерадивых автомобилистов, паркующихся на газонах и управляющей компанией, не чистящие крыши. Предлагается дополнить закон Чувашской в облике административных правонарушений в Чувашской республике шестью новыми статьями с установлением административной ответственности за 11 новых составов правонарушений. Приятие закона будет пособствовать составлению законности в рассматривании в сфере правоотношения, а также в формировании комфортной среды для жителей Чувашской республики. Также депутаты назначили Надежду Прокопьеву полномоченным по правам человека в Чувашии. Ее кандидатура была согласована в Москве. Татьяна Молокова, Андрей Сберидонов, Республика. Работать, засучив рукава, пока не убран последний гектар. Такую задачу аграриям поставил глава республики. Последняя информация с полей в материале Дмитрия Ковалева. Если не подкачает погода, то уборочную страду реально завершить до конца недели. Это прогнозы регионального Минсельхоза. Порядка 600 хозяйств уже собрали урожай зерновых, но работ еще не в проворот. Картофель еще достаточно, почти 2000 гектаров в земле лежит, почву лежит. С одной стороны цена есть, но надо убрать все это дело. По зерновым, зернобобовым культурам 700 тысяч тонн должны преодолеть, хотя ожидания первоначальные были намного хуже. Полеглость хлебов была и ряд других вопросов, но по крайней мере сельхозтоваропроизводители справляются с поставленными задачами. Основная масса, но как всегда, в реальной жизни есть отдельные хозяйские субъекты, сельхозтоваропроизводители, которые ждут. Работы на полях должны продолжаться и днем, и ночью, на счету каждый час. К аграриям, которые испытывают дефицит в уборочной технике, готовы прийти на помощь другие хозяйства. У нас традиционно, все говорят, лучше мы сами как-нибудь, но платить никому не хотим. Вот этот подход, он в итоге затягивает. Мы здесь, конечно, должны перевоспитывать, и в этом направлении будем работать. Урожайность картофеля и зерна не хуже, чем в прошлом году. Переработчики уже закупили порядка 70 тысяч тонн пшеницы высокого класса. Высокая урожайность в Бурнарском, Цивильском, Яльческом районах. Среднесуточный обмолот по Чуварской республике, к сожалению, он упал, все мы знаем, не стали короче. И влажно утром, после Росы рано темнеет, и среднесуточный обмолот по республике. В этом году рекорд был 14 тысяч, на сегодня около 2000 гектаров. Аграрии продолжают активно сеять озимые культуры. Работы должны завершиться в ближайшие дни. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. Уже больше двух месяцев в Чебоксарском городском собрании сохраняется интрига. Кто станет следующим главой столицы Чувашии? На очередном заседании побывала Ольга Пырочкина. То, что все ждали на очередном заседании городских депутатов, не произошло. Главу города Чебоксары не выбрали. Зато без неожиданности, во всяком случае, для журналистов не обошлось. Но обо всем по порядку. Первым в повестке дня стал вопрос об изменениях в устав города. Раньше народные избранники должны были в течение двух месяцев выбрать нового городоначальника после сложения полномочий старого. Теперь на это у них полгода, из которых, впрочем, осталось около четырех месяцев. Выборы глава – это вопрос, сами понимаете, серьезный. Во-первых, кандидатура главы должна быть кристально чист во всех отношениях. Никаких, скажем, компрометирующих на него аргументов ни у позиций, ни у кого не осталось. Эта кандидатура должна быть согласована и федеральными органами власти, и республиканскими. То есть этот процесс, скажем, так быстро не делается. Как вы думаете, сколько еще теперь город Чебоксар будет без главы? Вот по вашим прогнозам. Еще неделю. Нового главу города предстоит выбрать в ближайшее время, а депутатское кресло одного из бывших глав Леонида Черкесова отныне занято. По результатам до выборов 10 сентября новым депутатом по седьмому избирательному округу стал Вячеслав Григорьев. Однако сегодня в депутатском корпусе не только прибыло, но и чуть не убыло. Дело в том, что в адрес ЧГСД поступило обращение. Молод депутат Алексей Шурчанов предоставил неполные сведения о доходах и имуществе. Было выявлено, что депутатам Шурчановым, Алексею Валичинску, были представлены недостоверные сведения по счетам и вкладам. А именно, не были указаны 7 счетов. Также не отражен доход, полученный от Всероссийской общественной организации Русского географического общества в размере 334 тысячи 789 рублей 12 копеек. За такое народному избраннику грозит досрочное прекращение полномочий. Однако депутаты решили, что вопрос нужно тщательно изучить. За лишение Шурчанова полномочий проголосовали только двое. Еще двое воздержались. В этот раз депутатские ряды никто не покинул. Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Представители крупнейших предприятий Чуваша и Мариэл обсудили актуальные вопросы промышленной безопасности. Это ключевая тема семинара, который проходит на Химпроме. Несчастные случаи на производствах становятся поводом внедрять новые требования и правила. Разобраться в них помогли специалисты надзорного ведомства. Подробности в следующем материале. Газоспасатели, подразделения химзащиты, медики и пожарные. Оперативные службы предприятия построены для проведения учебной тревоги. Ее легенда – утечка хлора в одном из цехов. Такие тренировки на Химпроме проводят часто, чтобы свести все ошибки к нулю и не допустить серьезного ЧП. Вопросом промышленной безопасности и химического комплекса в стране уделяют повышенное внимание. За последние годы было пересмотрено множество норм и правил. Участникам семинара помогают сориентироваться в новшествах. Я беру тезис на веру, что правила, они все написаны в тройку. Верю в то, что все это конкретные случаи и конкретные корректировки из-за конкретных ситуаций. Поэтому, как и все в жизни меняется, такие встречи, наверное, будут очень полезны. Наш интерес к химпроме безопасности совершенно не праздный. Стараемся, как можно все-таки больше уделять внимание нашим сотрудникам вопросам о безопасности. В качестве лекторов семинара специалисты Приволжского управления Ростехнадзора. Ведомстве отмечают, что далеко не все предприятия применяют правила промышленной безопасности грамотно. Существует такой расхожий лозунг «безопасность не терпит компромиссов». Частенько это произносится как лозунг. Но мне бы очень хотелось, чтобы эта фраза стала девизом предприятия, которое называется химпром. Семинар наш сейчас важен в том смысле, чтобы компромисс понимать именно так, как говорят об этом правила. То есть четко следовать правилам, федеральным нормам и правилам безопасности. Сейчас очень актуально стоят вопросы для предприятия лицензирования, экспертизы промышленной безопасности. Очень серьезный тренд в сторону обдавления основных фондов. Только на химпроме ежегодные затраты на обеспечение промышленной безопасности превышают 400 миллионов рублей. Кроме этого на предприятии продолжают модернизировать цеха и оборудование. Программа обширная, рассчитана на три года. И мы надеемся, в течение трех лет предписания, которые имеются на химпроме, уйдут в небытие. Предварительная сумма, которая требуется именно на все эти процессы, рассчитана в количестве двух половинных миллиардов рублей. Семинар будет проходить на протяжении двух дней. Он должен помочь представителям предприятий повысить безопасность на производстве. Это нужно не мертвым, это надо живым. Делегация Чувашской республики приняла участие в праздновании 74-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Основные мероприятия состоялись в городе Сычевка, где похоронен наш земляк, герой Советского Союза, подполковник Винокуров. Во время последней вахты памяти поисковики вернули из небытия еще 385 имен. В годы Великой Отечественной в боях на Сычевской земле принимали участие войска 11 армий. В одних окопах воевали русские и украинцы, белорусы и узбеки, татары и казахи, чуваши и морейцы. С особым уважением и почитанием относятся Сычевцы к памяти нашего земляка, героя Советского Союза, подполковника Винокурова. Вашего земляка Вячеслава Петровича Винокурова мы чтим и помним всегда. Когда в 60-е годы в нашей Сычевске строились новый внутренний район, который, как всегда, назывался Черемушки, то первая улица, которая была там построена, была названа улицей Вячеслава Петровича Винокурова. Конечно же, все, кто погибли, внесли неоценимый край победы, а бои здесь шли с 41 по 43 год. Международные межрегиональные вахты памяти проводятся в Сычевском районе на протяжении 19 лет. Благодаря поисковой работе только этого года на Сычевском поле памяти перезахоронили 508 останков воинов. Среди них 384 уроженца Чувашево. В поклоннице их памяти приехали родные и близкие, благодарные земляки. А где искать могилу, я не знал и думал, что и нету, на самом деле ее не было. И только благодаря поисковому нашли, нашли, нашли человека. И уже достойно похоронили. Я очень благодарен. Именно им, поисковикам, обращены слова благодарности за их нелегкий, но благодарный труд. Вы делаете святое дело. Мы их не знали, где они были. Где были похоронены. А вы нашли. Разжифровали. Минута молчания. Гирлянды, цветы, поминальные свечи, белые воздушные шары. Все это дань памяти всем погибшим в той страшной войне. Вы, дорогие друзья, по крупицам собираете истории семей, тем самым наполняя конкретными, а самое главное, достоверными фактами историю всего нашего народа. Отныне каждый может поклониться возле мемориальной плиты еще 384 воинам, уроженцам Чуваша и погибшим на Смоленской земле. А поисковая работа продолжается. Так случилось, что именно в этот день стал известен еще один герой. Алиула Козлов. Уроженец Батревского района. Значит, в ближайшее время на мемориальной плите станет 385 имен. На борьбу с пропагандой наркотиков вышли активисты молодежной общественной организации и наша съемочная группа. Как это происходит в следующем материале? Кисточка и ведро с краской. Вот иногда самое действенное орудие в борьбе с пропагандой наркотиков. Спальный район города. Рядом две школы и колледжи. Именно в таких местах появляются надписи, зачастую непонятные взрослым людям. Они рассчитаны на молодежь, которая активно использует социальные сети и мессенджеры. К сожалению, с наступлением учебного года все чаще на фасадах здания города Чебоксара стали появляться такие надписи. Эти надписи являются рекламой источников по распространению запрещенных веществ. Как и где можно купить наркотики? Все сообщения подобного характера управляющей компанией просто не в состоянии закрасить. Новые появляются постоянно, злоумышленникам требуется считанная секунда. Поэтому за кисточки берутся активисты молодой гвардии. Управляющие компании не часто упрощают внимание, наши общественники, они их видят, фотографируют, присылают нам в паблик ВКонтакте. Молодая гвардия Чувашской республики. И в дальнейшем мы уже отрабатываем с управляющими компаниями, либо с администрацией тех районов, в которых они были обнаружены. Сообщить о надписях, пропагандирующих наркотики, может любой гражданин. Заявления принимают в районных администрациях города, в правоохранительных органах. Отправить фото, надписи и адрес дома можно и в группу молодой гвардии в социальных сетях. Конечно, последствия такой борьбы не украшают фасады зданий. Однако пока это единственный способ оперативно избавиться от объявлений подобного рода. Тех, у кого есть идеи, как сделать это красиво, художников и графистов, готовых работать на общественных началах, активисты ждут в команду. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Как изменилась туристская инфраструктура Чувашии, на чего не хватает российскому путешественнику? Ответы на эти и другие вопросы искали участники встречи за круглым столом. Каким представляется будущее внутреннего туризма? По мнению специалистов, Чебоксары сегодня – это город для транзита. Туристы не задерживаются здесь больше, чем на 3-4 часа. Наша задача – превратить столицу Чувашии в полноценный туристический город. А для этого нам нужно создать свой собственный бренд, например, этнокомплекс Амазония. На сегодняшний момент для жителей других регионов при слове Чебоксара у них не возникает какого-то яркого, четкого понятия, то, зачем туда необходимо приехать. Создание бренда Амазония – это фактически работа с чистого листа. Но чем она мне понравилась? То, что она идет на хорошей исторической базе. Деловой, спортивный и этно-туризм, по мнению экспертов, для нас это самое удачное направление. У Чувашии богатая история, активно развиваются промышленные предприятия, и, конечно, мы не пропускаем ни одно спортивное мероприятие страны. За последние годы для туристической привлекательности сделано немало. За 18 лет мы там поставили скульптуру, связанную с нашей мифологией, где-то 130 с лишним, ну, около 140 скульптур. И они привлекли внимание, вот, туристические фирмы разные, вот, вышли из Москвы на нас, включили они реестр туристических линий там в России. Тула известна своими пряниками, Оренбург – пуховыми платками. А в столице Чувашии уже около 7 лет работает единственный в России музей истории трактора. Мы, как единственный в России научно-технический музей истории трактора, как бы, охватили весь спектр деятельности у вас в республике, и поэтому сейчас есть у нас в проекте очень много интересных таких замыслов. Например, мы хотим выявить все памятники, посвященные тракторам на территории Российской Федерации. Они есть даже в нашей республике. Планов по развитию туризма у республики много. Например, провести Всероссийский фестиваль ретро-тракторов и сельхозмашин. Вполне возможно, уже в следующем году во время празднования Дня Республики жители и гости Чувашии смогут его посетить. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Всемирный день туризма активно поддержали юные жители столицы. Маленькие путешественники отправились в свой первый поход. Выпускные группы 8, 50 и 64 садиков отправились в маленькое путешествие. Вооружились, как настоящие туристы. Аптечка, рюкзаки и запасы еды. Пока шли, изучали окружающий мир. В Чебоксарах реализуется программа по родному краю с рюкзаком «Шагаю». Она направлена на развитие детского туризма. В путешествиях дети не только отдыхают, но и изучают историю, географию, традиции и обычаи своего народа. Закаляются физически, учатся вести здоровый образ жизни, помогать друг другу и беречь природу. Здесь сейчас нам нужно будет с вами, ступая по веревкам, держать сверху за канат, пройти от одного дерева до другого. По очереди давайте начнем. Молодцы, замечательно. Трусиська с топором. Раз, два, дрова. Рубим, ребята. Туристы со стажем поделились опытом с маленькими путешественниками. Пока еще им нужна помощь старших, чтобы поставить палатку, собрать костер и просто услышать слова поддержки. Вы сегодня, наверное, какую-нибудь высоту покорите, горную реку перейдете по веревкам, да? Вот во всемирный день туризма, который вот уже накануне. Я вас всех поздравляю и желаю удачи. Давайте. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова